Это электробус. Такая надпись на борту городского транспорта москвичей не удивляет. Эта техника стала привычной, будто ходила по улицам всегда. Однако с запуска первого московского электробуса прошло всего 4 года. По этому случаю руководитель департамента транспорта Максим Лексутов и представители производителей встретились с журналистами. За эти 4 года электробусы у нас проехали более 100 миллионов километров. Ежедневно электробусами перевозится около 400 тысяч пассажиров в городе. За это время электрический городской транспорт эволюционировал. Например, емкость батареи и запас хода у электробусов увеличились примерно в два раза по сравнению с ранними образцами. Мы прошли с нашими российскими производителями, с компанией ГАЗ и Комбас, большой путь от первых тестовых образцов до тех машин, которые работают сегодня. Фактически это уже наполовину другая машина. Сейчас это уже электробус с автономным ходом более 80 километров. Этого вполне достаточно для того, чтобы эксплуатировать эту технику на всех маршрутах. С пользовательской точки зрения электробусы также стали совершеннее. В салоне появилось больше валидаторов. Благодаря сенсорным кнопкам двери открываются быстрее. Освещение стало адаптивным. В этих электробусах стало гораздо комфортнее. То есть там есть и связь, там есть и освещение, там есть климат. Все это работает в автоматическом режиме. Автобусы шумят, гудят. Особенно бывает на обеде стоишь, рядом автобус стоит, коптит, шумит. А электробус красота, он тихий, бесшумный. Каждый электробус снижает общее количество вредных выбросов на территории города. Одна машина серьезно изменить картину не может. Но чем больше их на улицах, тем сильнее влияние на городскую экологию. Каждый электробус уменьшает выбросы вредных веществ на 30 кг в год, а парниковых газах на 2,5 тонны. Вот если посчитать общий эффект, то 630 тысяч тонн мы сэкономили непосредственно по парниковым газам и около 620 тонн по вредным веществам. Сегодня в столице на 79 маршрутах работает примерно тысяча электробусов. Но это число кратно увеличится. В этом году по поручению мэра города мы объявим новый конкурс на поставку в 2023 и 2024 годах от 1000 до 1300 новых электробусов. Возможно, даже в рамках нашего нынешнего обсуждения с производителями часть из этих электробусов будет уже сочлененной, так называемой с гармошкой, которую мы уже тестируем на дорогах Москвы. По всем экономическим показателям это точно техника будущего. Она всем без исключения нравится нашим пассажирам. Никаких уже дизельных отопителей там нет. Это самый современный автобус полностью с электрическими компонентами. Пока что пассажиропоток московского электробуса примерно вдвое уступает троллейбусному десятилетней давности. До начала ликвидации троллейбусной сети в столичных депо было около 1600 машин, которые ежегодно перевозили более 300 миллионов человек. Легко подсчитать, что с таким потоком справится только 2000 электробусов. Впрочем, столичные власти весьма последовательны в своих планах. Полное замещение дизельных автобусов намечено на 2030 год. Редактор субтитров А.Семкин